День в истории 25 января 1845 года родился Герман Александрович Лопатин, русский политический деятель, революционер, член Генерального Совета Интернационала, первый переводчик капитала Карла Маркса на русский язык. В этот же день 1864 года родился Михаил Иванович Бруснев, русский революционер, марксист, основатель группы Бруснева, одной из первых социал-демократических организаций в России, организатор первой маевки в России. В этот же день 1905 года Владимир Ильич Ленин написал статью «Начало революции в России». 25 января 1919 года на британском военном корабле королева Елизавета начались волнения, матросы отказались выступать против советской России. 25 января 1924 года в «Вечерней Москве» было опубликовано следующее высказывание патриарха Тихона по поводу смерти Владимира Ильича Ленина. Цитата. По канонам православной церкви возбраняется служить панихиду и поминать в церковном служении умершего, который был при жизни отлучем от церкви. Но Владимир Ильич Ленин не отлучен от православной церкви высшей церковной властью, и потому всякий верующий имеет право и возможность поминать его. «Идейно с Владимиром Ильичем Лениным, конечно, расходились, но я имею сведения о нем как о человеке добрейшей и поистине христианской души». Конец цитаты. 25 января 1935 года умер Валериан Владимирович Куйбышев, видный деятель Коммунистической партии и Советского государства, член партии с 1904 года, руководитель борьбы за советскую власть в Самаре, один из политических руководителей Красной Армии и организаторов народного хозяйства. 1943. Воронеж. Сталинград-на-Дону. Или город, так и не ставший городом-героем. 25 января 1943 года Воронеж освобожден от немецко-фашистских захватчиков. За всю войну было только два города – Сталинград и Воронеж, где линия фронта проходила через сам город. Воронеж оказался единственным городом Европы, где оккупационный фашистский режим не смог установить свою администрацию и назначить бургомистра. На призывы гитлеровцев записываться в полицию не пришел ни один человек. Воронежцы относились к гитлеровцам с особой яростью из-за трагедии 13 июня 1942 года, когда три бомбы, сброшенные фашистами, на городской сад пионеров убили более 300 детей. В самом городе вспыхнула партизанская война. Мало кто знает, но битва за Воронеж по продолжительности превзошла Сталинградскую – 212 дней. Плен было взято 75 тысяч военнослужащих немецко-фашистской армии, что также превосходит количество пленных, взятых под Сталинградом. Также под Воронежем была уничтожена 320-тысячная группировка фашистских войск. Продолжение следует...